Давайте рассуждать в мамонтах. Как говорится, мамонт это не только ценный мех, но и дом, орудие труда, одежда, развлечения, а также пропитание на будущее. Переводя на язык современности, принести в дом мамонта, это значит обеспечить все потребности и хотелки всех членов семьи на несколько месяцев вперед. Но разве все мужчины с этим справляются? Если же доход мужчины едва-едва покрывает коммуналку, то это в лучшем случае полевая мышь, а никак не мамонт. Парадокс в том, что эти жалкие мышеносцы требуют от своих женщин такого же уровня хранения домашнего очага, как и добычники мамонтов. А спрашиваются с хуяль? На этот случай есть прекрасная поговорка «требуешь соответствуй», а не соответствуешь «завари свою хрень». Тереть унитаз, намывать полы, стирать, готовить и потирать детям жопы наравне с хранительницей домашнего очага. Короче, я не покупаю. Вот это чайки разбомбились, да, ребята? Эх! Всем здорова, саночная связь. Ребята, я вам смею доложить, что сегодня последний день акции «Три курса по цене одного». Точнее уже не день, а вечер. Ребята, проходите на мой сайт, там вся информация есть. Берете гид по женским манипуляциям и выбираете еще два курса себе в подарок абсолютно бесплатно. То бишь три курса по цене одного. Ребята, сегодня последний вечер. Пожалуйста, успевайте, если вам эта акция интересна. Ссылочка в закрепленном комментарии на мой сайт и, конечно же, в описании. Теперь, что касается мадам. Жалкие мышеносцы. Говорит, слушайте, я даже не хочу вдаваться в какие-то глубинные подробности. Типа, какой она досталась мужу невинной или неневинной и так далее. Сколько там было до мужа, да? В каком состоянии ее здоровья, ребята? Вы скажете, зачем в состоянии здоровья? Слушайте, так хранительница очага, то ли рычага, нет, все-таки очага, да? Я считаю, что должна быть очень-очень-таки, знаете, на большой-большой процент здоровая. Потому что все-таки, ну, для очага же нужно произвести здоровое потомство. Слушайте, я таким образом желаю здоровья чаечкам. Но, к сожалению, у нас чаечки то курят, то пьют, то шляются по клубам, по впискам, там, и т.д. И т.п., ребят, ну, то есть там даже, в принципе, в таком довольно-таки юном возрасте здоровье оставляет желать лучшего. А это очень печально, ребят. Давайте-то так-так. Если вы просите большого-большого мамонта, то бишь мамонта такого размера, чтобы, ну, прям на несколько месяцев вам хватало его кушать. То бишь, как бы, ну, как она сказала, там, обеспечение, там, еда, одежда, коммуналка, квартира, там, и так далее, да? Тогда вы, пожалуйста, приносчику мамонта, перед тем, как вы выйдете за него замуж, приносите справочку о здоровье. То бишь, вы просто проверите свой организм, это будет вам на пользу. Слушайте, любая медицинская проверка, ребят, в наше время, я считаю, что это прям хорошо. Потому что, как бы, ну, вовремя выявить какие-то недостатки, это лучше, чем на поздних стадиях, да? То есть, вы приходите с пачкой документов медицинских, что вы полностью от и до здоровые. Ну, там, так скажем, будем пропускать мимо глаз, там, какие-то легкие погрешности, потому что на 100% людей здоровых не бывает, есть недообследованные, да? Но вот на 90%, пожалуйста, потому что все-таки же добытчик мамонтов должен быть уверен, что ему произведут здоровое потомство, да? Я уж молчу там, ребята, про невинность, да? Но, понимаете, сейчас такое время, сейчас эта невинность, она там возвращается, как бы, хирургическим путем, там, за небольшую сумму. Поэтому, как бы, ну, хорошо, конечно, чтобы это все было, да, ребят? Ну, тут обман, как бы, очевиден. Да, она придет к тебе невинная, как бы, ребят, ну, скорее всего, сошьют, знаете, так, иголочкой берут, так, и вот катушечку от скотча сшивают. Очень просто, ребятам, за 23 тысячи, 20-30 тысяч рублей, там, не знаю, цены, поинтересуйтесь, да? Да, это только-только, вот, знаете, вот, очень-очень маленький спектр того, чего я хотел бы сказать. Ребята, там уже, там, кем она воспитывалась, там, полноценно ли была семья, не было ли там в семье, в роду, допустим, там, больных хроническими заболеваниями, опять-таки, касается потомства, да, там, и так далее. Вот, какое у нее преданное, да, опять-таки, а что, я должен брать нищебродку, что ли, замуж, или что? Нет, я хочу женщину с преданным, это нормально, вот, да, а то как она будет замуж выходить? И, и там еще много-много разного всего. Но вот тогда и поговорим про мамонта, там, на 2-3 месяца, так что, поехали дальше. Павел такого понимания, когда мужик в семье, он, как бы, да, такой мощный защитник. Я облюбил мамонта, мамонтих, нес мамонтенка, и мы это все дружно едим. Но в то же время, типа, вот, ты мне приготовила, вот здесь мне положить. А его, блядь, супруга, мамочка, милая, такая, женственная, с тремя его мамонтятами от вот этого огромного человечка, который рожала по 5 килограмм каждого, сидит, блядь, и пытается накормить всю семью. И вот это вот приходит такой, а ты мне кушать приготовишь, а ты мне, а ты мне вещи соберешь. И что за хуйня, почему мужчины в последнее время стали такими, либо не стали, они, блядь, были такими. Сама, зная, не поноснушки, очень много раз видела, блядь, почему за мужчинами надо ухаживать, типа, я понимаю... А почему за вами надо ухаживать, ах? Я понимаю, когда в отношениях ты что-то делаешь для кого-то, чтобы показать о нем заботу. Но когда есть время на заботу, да, условно, есть семья с детьми, и мать ухаживает за детьми, и может позволить себе ухаживать за мужчиной, это окей. А когда она кормит одновременно маленьких детей, которые даже говорить не умеют, типа, я не против, если бы эти пить собрались в одного-одного большого взрослого, как лего-конструктор, и попья сдавали на работу, либо за большого еще что-то. Куклы, к сожалению, не бывают. Что за хуйня с мужчинами происходит? Почему это нормально? Почему очень многим девочкам прививают, типа, ну вот, ты должна ухаживать за своей мужчиной, ты должна ему всю одежду постирать, трусики поглазить, все сделать, накормить, пошел. Почему я должна, прежде чем, выполнять свои дела по дому, если мы находимся в равных правах, я и он работают, сначала приготовить еды, провести дом в порядок, и только потом идти нас видела. Почему мой молодой человек говорит, типа, не надо, вот этой хуйни не надо, типа, если ты занята, иди. Я самостоятельный человек, я умею зарабатывать, и если я не умею готовить, да, я вызову Яндекс.Лавку, схожу за шаурмой, просто потерплю, либо приготовлю себе что-то сам, но откладывать свои планы, что-то приносить. Почему такая ноша, типа, на девушку выливается? Почему она должна это? Она может это сделать, если хочет, проявить завод, ухаживание. Это просто в последнее время происходит. Хотя я тут говорю, не в последнее время, а очень давно. Чё, говорит, за фигня? Ребята, вы бы знали, сколько здесь мата вырезало? Вот честно, здесь столько мата было, это просто кошмар. Ну, я думаю, вы понимаете, что, как бы, ну, зачем канал подставлять, там, да, вот этими матами, это просто трошатина. Говорят, что за фигня происходит с мужчинами, за ними нужно ухаживать. Вот что с мужчинами происходит, да? А давайте подумаем, почему с чаечками вот это вот происходит, да? Почему, допустим, они хотят выходить замуж после ста партнеров уже? Это в лучшем случае ста. Вы имеете представление, каких партнеров, да, и куда этих партнеры пихали, да? В разные щелочки, так скажем, да? Почему они хотят выходить замуж бесприданного абсолютно? Сейчас говорят, в какое ты время живешь? А в какое вы время живете, что за вами нужно ухаживать и добиваться? Мы сейчас не на рыцарских турнирах, мы сейчас в 21 веке, просвещенном. А почему вы требуете от мужчины ухаживания, добиваться себя, обеспечивать, дарить подарки, дарить цветы, возить в рестораны, возить вас на отдых, брать за вас ответственность, решать ваши проблемы, не давая ничего взамен? Энергия не в счет, сразу говорю, космическая ваша, ваджайновая, не в счет. А вот я есть и все. Почему вы такие стали? Не хотите ответить на эти вопросы? Нет? А мы периодически здесь отвечаем. Ребята, кого интересует акция «Три курса по цене одного», сегодня уже последний вечер, когда вы можете успеть приобрести курсик, ребята, проходите на сайт, там вся информация есть. Прекрасного вечера и отличного настроения. Прекрасного вечера